Саркома плечевого сустава. Такой страшный диагноз поставили 7-летней крымчанке Зиньеп Каримовой. На днях ее оперировали в Киеве. Девочке ампутировали руку. Сейчас родители борются за жизнь дочери. Впереди длительное лечение. Я верю. Очень верю и надеюсь и знаю, что мой ребенок выздоровеет. Со слезами на глазах Зарима Каримова рассказывает о болезни своей дочери. Жизнь женщины изменилась с тех пор, как врачи шокировали ее страшным диагнозом. У маленькой Зиньеп диагностировали остеогенную саркомы левой плечевой кости. Мы узнали это в мае. Ребенок в школе в игры играли, упал и ударился этим плечом левым. Мы обратились к травматологу, снимок сделали. Сказали, что просто ушиб и все пройдет. Через месяц мы переделали снимок, сказали, что был перелом и он зажил. Когда уже обратились в область, там уже нам травматолог детский сказал, что это у ребенка онко. Зиньеп 7 лет. В этом году она должна была идти во второй класс. Болезнь заставила провести каникулы в больнице. А семья 4 месяца назад вынуждена была приехать в Киев на лечение. Здесь специалисты хорошие. И нам, если в Крыму сказали, что амбутируем руку, здесь нам пообещали протезирование, что сохраним ручку ребенку. Но, к сожалению, не получилось это сделать. То, что она без ручки, это ничего страшного. Люди выживают, живут и без руки бывают счастливее, чем даже те, которые с руками и ногами. Ампутировали руку девочки два месяца назад. Сейчас Зиньеп продолжает проходить химиотерапию. С 18 сеансов прошло 5. Впереди длительное лечение. Еще 13. Год лечения приблизительно, если ребенок себя хорошо восстанавливает. Есть химия, которая не сильно влияет на желудочно-кишечный тракт. Они чередуются. Вот эта химия, которая нам четверо суток капается, она очень токсичная была. Ребенок очень тяжело переносил. И рвота постоянная, температура. Сейчас Зарема Зиньеп живут в больнице. А отец с маленьким сыном снимают квартиру. Здесь негде уйти. Отпускают между химиями. Перерыв бывает, когда у ребенка здоровье позволяет. И мы на неделю, на 3-4 дня приходится идти где-то жить. И мы вынуждены снимать квартиру и там проживать. Зиньеп надежды на выздоровление не теряет. Самая большая мечта девочки – вернуться домой. Моя мечта вернуться в Крым и там учиться, с друзьями быть, с Биташкой, с Харбабашкой, со всеми быть там. Это самая моя большая мечта. По закону государство должно обеспечить. Но дают самый простой. Мы слышали, что есть уже хорошие протезы, которые чувствительны к нервам, как-то их прикрепляют. Я об этом очень думаю, конечно, их хочется. Но просто я к концу уже лечения хочу этим заниматься. Потому что хочется, чтобы ребенок эстетически выглядел красиво и девочка все-таки. У семьи денег на такой нет. Необходимо не менее 45 тысяч долларов.